Во-первых, если вы до 25 лет, то предлагается читать художественную литературу. Но, опять же, конечно, лучше брать художественную литературу, хоть нашу, хоть зарубежную, но где есть полноценная структура романа. Хоть Достоевского, хоть Толстого, хоть Пруста, хоть, я не знаю, Чарльза Диккенса. Это очень важно для того, чтобы видеть все системы. Потому что у нас мозг социальный, и когда вы читаете роман, это куча героев, которые с друг с другом находятся какие-то отношения. И вы понимаете этих людей через их взаимодействие с другими людьми. Если вот этот навык, он очень важный для просто развития мозга. Вторая вещь – это то, что нужно читать такую научно-популярную литературу, которая объясняет интересно ключевые дисциплины, которые ты изучаешь в школе. Значит, вот отучился в школе, но почитаем там кого-нибудь про математику, где тебе расскажут вкусно, интересно, вот все, что ты вот там разубрил и не понимал зачем, ты вот сейчас вдруг поймешь, что в этом вообще есть что-то совершенно невероятно интересное и увлекательное. Да, ты не будешь никакой математикой, но ты прочтешь. И так же по биологии, по химии, по физике и так далее. Просто это нужно для естественного бэкграунда. И дальше все чтение должно быть сосредоточено с той областью, в которой ты работаешь сейчас. И это же не вопрос просто образования. Это вопрос, что вы загружаете в свой мозг всякие разные факты, а он дальше начинает, он уже садится что-то делать, и он уже воспринимает по-другому. Вот говорят, мне нужна работа, чтобы мне было интересно. Но если ты ничего не знаешь, как тебе будет интересно? Ну вот там, вот как может быть интересно в больнице, если ты ничего не знаешь? Вот я как врач, да? Вот я могу зайти в больницу, посмотреть, о, у вас интересные случаи, но я их сравниваю интересные со всеми остальными, которых я 25 раз уже знаю со всех сторон, и мне тогда интересно. А если я ничего не знаю, как меня удивить?